Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Разумеется, снова возвращаемся на финансовые рынки и смотрим за тем, что же произошло за прошлый торговый день и что интересного будет сегодня. Как и всегда, в коде брифинга анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить дополнительный бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках компании Amarkets. Чтобы воспользоваться этим бонусом, все так же предельно просто, нужно связаться с вашим персональным менеджером и поменять это кодовое слово, соответственно, на бонус, на пополнение. Сегодня величина бонуса 5,5%, а что касается кодового слова, то анонсирую его ближе к середине, либо к концу брифинга. Предлагаю не нарушать наш традиционный сценарий. Давайте начнем сегодня с позиции черного золота, плавно перейдем на рубль, а потом коснемся основных валютных активов рынка Форекса. Что у нас на текущий момент складывается на рынке энергоресурсов? Актуальные котировки для Brent 49.76. Видим то, что этот актив продолжает торговаться ниже 50. 50 выступает сейчас достаточно мощным сопротивлением. Прежде чем преодолеть этот ценовой барьер, разумеется, нужен соответствующий фундаментальный фон. Если объективно анализировать фундаментальную картину, у нас сейчас куда больше серьезных оснований и предпосылок для того, чтобы продолжать по-прежнему делать коррекционную ставку на этот актив. Вчерашняя торговая сессия оказалась восстановительной. Brent смог набрать больше 4% стоимости. И если, опять же, проанализировать общий информационный фон, то здесь можно коснуться, конечно же, данных по, соответственно, экспорту Китая. Если есть возможность посмотреть содержание экономического календаря, вы сможете увидеть то, что экспорт в отрицательной зоне, минус 5,5%, вроде бы как негатив очевидный. Но если мы сравним показатель экспорта с позапрошлым месяцем, когда этот сектор и это направление торгового баланса просело больше, чем на 8%, получается, что сейчас имеется объективный позитив. Разумеется, за столь короткий промежуток времени, как месяц, даже квартал, даже два квартала, невозможно такие негативные цифры, столь, скажу, очевидную слабость сектора, вывести на положительную территорию. Поэтому то, что экспорт хоть и замерился, но уже не такими значительными темпами, для кого-то это стало серьезным позитивом. Кто-то решил, что, в принципе, плюс, если добавить к этому позитиву еще и следующее действие со стороны Народного банка Китая, которые будут предприниматься для поддержки экономики, то в будущем будут созданы достаточные основания, чтобы и Китай смог показать статистику, которая смогла бы порадовать самых пессимистичных трейдеров. И, может быть, в перспективе ближайших нескольких лет, это, конечно же, только ожидание, каким-то чудом найдет возможности для возобновления прежних темпов экономического роста и снова, скажем, создаст условия для своей же экономики, чтобы выйти на показатели по ВВП выше 8 или 9%. Но это, конечно же, чрезмерно оптимистичное ожидание. Я не знаю, сколько экономике Китая понадобится времени, чтобы восстановиться и произойдет ли это вообще. Но сейчас мы, как и всегда, работаем с цифрами и с фактами и констатируем очевидный негатив, который имеет место быть. Другие причины усиления позиций черного золота по итогам вчерашней торговой сессии. ОПЕК опубликовала статистику по объему производства за прошлый месяц и выработка сократилась на 140 тысяч баррелей в сутки до фактического объема 31,26. Но я считаю то, что это не такой уж и позитивный фактор, точнее позитивным его можно назвать с натяжкой, потому что квота 30 миллионов баррелей в сутки и уже совершенно очевидно, что производство актуальное, оно значительно превосходит эту планку. А значит, на фоне, опять же, переизбыточного состояния рынка, переизбытка ресурсов, это давление только будет усиливаться. Вот если мы когда-нибудь вернемся к обсуждению темы, связанной с тем, что ОПЕК может быть снизит квоту, либо фактически объемы будут находиться ниже этого значения, тогда да, тогда, наверное, нам придется переквалифицироваться в БКО по этому активу и искать уже основания и возможности, а также конкретные ценовые уровни для роста. Пока этого не происходит, а значит, вместе с рынком, вместе с активом следуем за вот этой коррекционной динамикой, сохраняющейся по сей день. Несмотря на локальный всплеск интереса, который периодически бывает характерен для бренда. Мы знаем то, что оправданные, обоснованные уровни находятся ниже 50, и, честно говоря, бренд сейчас именно там и находится. Также сейчас идут активные обсуждения, связанные с возобновлением членства Индонезии в рамках ОПЕК, хотя, наверное, это тоже не совсем уж и позитивный фактор. Точнее, не нужно считать, что если Индонезия снова станет действующим членом ОПЕК, это может, скажем, стать причиной какого-то повышенного интереса к этому активу. Во-первых, Индонезия даже по объемам производства находится за пределами 20-ки топ-производителей. Обсуждают также возможность сотрудничества с Мексикой. Ну, тоже не думаю, что очевидный позитив. А вот, что касается негатива и как раз статистического, здесь стоит отметить падение импорта Китая, связанного с поступлением энергоресурсов. И импорт упал как раз на 13%. Вот это уже страшная цифра, которая продолжает указывать на актуальные проблемы и промышленного сектора, который нуждается уже в куда меньшем объеме топлива. И, разумеется, это выводит нас уже косвенно, логично, на объективные показатели по слабости китайской экономики в будущем. И, разумеется, пока в перспективе, я думаю, года, у нас будет Китай трактоваться как серьезный негативный фактор для позиции черного золота. Поэтому снова актуализируем статистику, информационный фон, события прошедших дней. И по-прежнему не видим оснований для разворота локального тренда, который сейчас даже уже не локальный. Он по-прежнему тяготеет к среднедолгосрочным оценкам. В общем, направлено на сохранение коррекционного вектора. По бренду смотрим вниз. Еще раз напомню, что наша колькосрочная цель, учитывая волатильность 47, вполне возможно, что бренд легко способен просесть даже в район 45 долларов за баррель. Российская валюта в связи с этим также сохраняет настрой к дополнительному витку девальвации. Актуальные цены 67,80. Понимаем то, что постепенно рубль тяготеет против американского конкурента к прежнему сопротивлению в 70, который очень быстро может стать поддержкой. Стоит только бренду просесть еще на несколько процентов, как мы снова увидим движение в район 69, а то и даже 70. Вполне возможно, что это может случиться буквально уже до конца сегодняшней торговой сессии. Но 70, я думаю, что это тот рубеж, на возвращение которому понадобится чуть больше, конечно же, времени. Но не отказываемся от очевидного давления, которое сейчас оказывается на российскую валюту. Тем более, что вчера мы актуализировали данные по инфляции. Со статистикой нам тоже не стоит, скажем, оторопиться, принимая решения положительные для рубля. Напротив, эти отчеты, данные по индексу потребительских цены, указывают на то, что общий показатель двигается к своим критическим отметкам, что непременно будет приводить к спаду потребительской активности и сказываться на еще более глубокой экономической рецессии. Поэтому статистика – еще один негативный фактор для российской валюты. В эту пятницу, напомню, состоится очередное заседание Центрального банка. Ключевой вопрос – что будет с ставками, будут ли снижать. Учитывая прежний вектор, действительно направленный на постепенное смягчение экономической политики и, собственно, сбрасывание ставки рефинансирования с тех высоких уровней, на которых она находилась в начале 2015 года, то есть с 17%. Я думаю, что сейчас речи о снижении процентной ставки, наверное, и быть не может. Если, скажем, месяц назад, по итогам прошлого заседания, у нас инфляция и, скажем, риски для разгона этого показателя рассматривались в формате ожиданий, то есть мы предполагали, что ослабление позиции рубля может постепенно стать причиной для разгона и уровня инфляционного давления, который и так находится на двузначном уровне. То есть сейчас актуальная цифра уже 15,8%. То сейчас мы уже работаем, опять же, с фактами, с актуальными цифрами и статистикой. Поэтому, если раньше были ожидания, то сейчас мы видим, как они реализованы уже в действительности в страшные цифры по уровню потребительских цен в стране. Снижение процентной ставки еще, скажем, на одну ступень, может привести к еще большему разгону уровня инфляции. Допускать этого ни в коем случае нельзя, но если, конечно же, российское монетарное правительство не ставит целью окончательно погубить на корню даже задатки для потребительского спроса. Если есть хоть какие-то даже иллюзии касательно улучшения ситуации с экономическим ростом, то лучше, конечно же, сейчас не создавать дополнительную угрозу для стабильности финансовой системы и в идеале просто оставить процентные ставки на том уровне, на котором они находятся сейчас. Если, конечно же, инфляция продолжит расти, скажем, закрепиться в районе 17%, то мы снова будем возвращаться к теме, касающейся даже ужесточения монетарной политики и не снижения процентной ставки, а их повышения. Это также негативный сценарий. Не хотелось бы, чтобы, конечно же, к нему мы пришли спустя какое-то время. Но пока действительно по российской экономике радоваться нечему. Рубль явно подтверждает тот факт, что куда больше негатива на рынке и, разумеется, дисконтирует это в собственную стоимость. А мы двигаемся вместе с российской валютой к новым минимальным уровням против основных конкурентов доллара и европейского актива. Поэтому по рублю ждем снова 70. Думаю, что это значение уже не за горами. Идем дальше. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки 1.11.70. В целом продолжается консолидация рядом с уровнем 1.12. Уже длительный период времени. Можно сказать, что это сейчас такое сакральное значение, от которого должна пойти основная новая трендовая игра. Хотя мы говорим о сохранении коррекционного вектора. То есть это старый понижательный вектор, который толкает евро к тем уровням, на которых главный валютный риск и должен находиться с учетом актуального новостного и фундаментального фона. Вчерашнее восстановление можно связать с публикацией нескольких хороших махоэкономических отчетов по состоянию платежного баланса Германии. Данные по экспорту и импорту, которые оказались на очень хороших уровнях. Учитывая то, что по Германии мы давно не видели хороших релизов, трейдеры, конечно же, поспешили использовать хоть какой-то локальный позитив фундаментального характера для того, чтобы повысить интерес к евро и подкрепить фундаментальные также его позиции против американского доллара. Также стоит отметить и темпы экономического роста еврозоны за второй квартал. По факту 1,5% против прошлого 1,2%. Очень странно, конечно же, было увидеть такой прирост, особенно на фоне, опять же, дефляционных рисков, снижения потребительской активности, да и, в принципе, о слабости ключевых секторов экономики. Поэтому не удивлюсь, что тогда, когда мы вернемся к оценке ВВП еврозоны в третьем квартале, уже за второй будут цифры пересмотрены в негативную сторону. Поэтому особого позитива из актуальных цифр по ВВП я бы сейчас не стал построить касательно перспективы евро. Поэтому, возвращаясь, точнее, отталкиваясь от локального позитива для европейской валюты, стоит не забывать о том, что есть и серьезный фактор фундаментальной разгрузки. И он связан с очень низкими показателями по инфляции. Месячный показатель уже давно находится на отрицательной территории. Я думаю, что следующий показатель только актуализирует его нахождение там. Значит, риски дефляции через, опять же, проецирование на более слабые темпы экономического роста будут создавать все предпосылки, условия для того, чтобы ЕЦБ по-прежнему был проактивным, гибким, адаптивным и, разумеется, переходил к более агрессивным мерам экономического стимулирования. Deutsche Bank, который буквально вчера разослал своим клиентам инвестиционные, скажем, прогнозы, отметил то, что серьезно ожидает подобных действий со стороны европейского мегарегулятора и рекомендует продавать активно европейскую валюту с тех уровней, на которых она находится сейчас. Хотя, наверное, куда более комфортными значениями были в районе 1.14-1.15. Думаю, что если вы прислушивались к нашим рекомендациям, то смогли, конечно же, найти возможности и стали на селх с этих значений. Но если даже это решение будет принято сейчас, на самом деле не беда, потому что потенциал для коррекции сохраняется по-прежнему очень серьезным. И Deutsche Bank серьезно полагает, что следующей целью по евро-доллару может оказаться уже значение 1.05. А некоторые инвестиционные банки, еще раз напоминаю, делают ставку на возможность движения пары евро-доллар в район паритета. Раньше Deutsche Bank прогнозировал возможность расширения, точнее увеличения сроков действия программы количественного смягчения, которая должна была уйти за сентябрь 2016 года. Но на фоне последних данных по инфляции, банк уже пересмотрел свои ожидания и делает ставку на более агрессивные выкупы и расширения ассортимента покупаемого государственных облигаций. И решение это может быть принято уже, собственно, в ближайшие месяцы. Поэтому есть, конечно же, время, чтобы присоединиться к коррекционной идее по евро-доллару, поскольку потенциал сделки, еще раз напоминаю, очень хороший, и это решение нужно принимать уже сейчас. Наша ближайшая цель – это движение в район 1.10, закрепление ниже этой планки, а потом просадка в район 1.08. Против евро, разумеется, будет играть и сильный макроэкономический фон американского происхождения, создающий хорошие условия для покупки именно американского доллара. Идем дальше. Доллар японской иены. Актуальные котировки 120.40. Все-таки смог американец закрепиться выше серьезного сопротивления 120. Сейчас это уже поддержка. Действительно, потенциал для роста сохраняется, потому что на рынке по-прежнему главная тема – это спекуляция по срокам повышения процентной ставки в США, то есть нормализация денежно-кредитной политики. После публикации Non-Farm Parals более серьезных макроэкономических данных до 17 сентября не предвидится, поэтому нам остается руководствоваться тем, что мы уже накопили до этого периода. А на самом деле статистики у нас и очень мощных, сильных сигналов по реальному восстановлению достаточно. Достаточно вспомнить рынок недвижимости, лучшие показатели за 10 лет. Рынок труда уже фактически добрался до целевого показателя в 5%, сейчас 5,1%, но я думаю, что 0,1% легко сможет быть отнято от этого уровня даже в рамках одного торгового месяца. И я уже отмечал, что, скорее всего, октябрь мы будем констатировать вместе с американскими статистами, что одна из ключевых проблем решена. Остается, конечно же, низкая инфляция, но, опять же, учитывая пятничные Non-Farm Parals и данные по росту заработных плат, основания для постепенного разгона индекса также имеются, потому что рост заработных плат уже поднялся с нулевой отметки, находится на уровне 0,3%, показатель по инфляции 0,2%. По крайней мере, основания и предпосылки имеются, чтобы надеяться на постепенное движение этого индекса к целевым значениям, которые находятся на уровне в 2%. Да и, кроме того, ссылаясь на комментарии представителей ФРС, они также дали нам ясно понять, что показатели по инфляции являются далеко не определяющим в принятии решения о повышении процентных ставок. Также анализируются другие сектора, о других секторах мы только что поговорили, отметив очевидный прогресс. Поэтому 17 сентября может оказаться весьма интересным заседанием с точки зрения как раз анонсированной решительности касательно нормализации денежно-кредитного курса. Ждем, соответственно, усиления позиции доллара и снова возвращения пары USD и иены в район 125 иен против одного американского доллара. Также хочу отметить уже сегодня актуальные валюты в связи с публикацией макроэкономических данных. Это фунт и канадский доллар. Сегодня в 15.30, точнее в 11.30, буквально через несколько часов по московскому времени будут опубликованы данные по промышленному производству. А в 17.00 выйдет оценка темпов ВВП. Честно говоря, судя по прогнозам, за последний месяц промышленный сектор вряд ли смог набрать достаточное ускорение, буста, для того, чтобы показать хорошую статистику. Поэтому я не думаю, что сегодня мы будем наблюдать сильный макроэкономический релиз, а значит, можно будет вкупе с прошлым слабым отчетом по состоянию сферы услуг в Британии закладывать это в столь же плохой отчет по темпам экономического роста. То есть сегодня на статистике я ожидаю негатив, что в целом может толкнуть пару фунт-доллар к более низким уровням, нежели те, на которых она находится сейчас. Актуальные котировки 1.5390. Вчера из-за как раз очень неплохо реализованного технического отскока пара добралась до отметки 1.5411. Это локальный хайс, сейчас уже корректируется. Мы предлагали реализовать инвестиционную идею через отложенный ордер селл-стоп после того, как фунт просядет ниже уровня 1.52. То есть пока находимся в режиме ожидания, ждем возобновления фундаментального пресса на этот актив и, собственно, достижения этого рубежа. Что касается канадца, то сегодня в 17.00 будет пересмотрена процентная ставка. По прогнозам она вряд ли изменится. 0,5%. Но я считаю, что основания для изменения этой ставки имеются. И, быть может, она может быть сокращена на 25 базисных пунктов, то есть до 0,25. Факторы и причины. Рецессия экономическая. Это совершенно очевидно. Риски для цен на энергоносители, для нефти. То есть самый важный экспортный товар для Канады. А с другой стороны, на другой чаше весов, это только более-менее позитивные макроэкономические данные по состоянию рынка труда. Ну, не знаю, что тут перевесить, но я думаю, что, конечно же, негатив более очевиден. Если процентная ставка будет снижена, разумеется, пара USDCAD с текущих уровней 1.3186 может продемонстрировать серьезный рост. И, соответственно, канадец вынужден будет сдать очень много пунктов против своего американского конкурента. Я бы даже сказал, что если ставка будет скорректирована на 25 базисных пунктов, мы сможем увидеть движение пары даже в район 1.35. Но это в целом только подтверждает наши общие ожидания, общий негатив по канадцу, что реализуется как раз в возможности очень перспективной длинной сделки по паре USDCAD. Напомню, что долгосрочная цель – это ожидание возвращения, точнее, движения в район 1.35. Собственно, на этом все. Что касается кодового слова на сегодня, это процент. Еще раз напоминаю, что величина бонуса 5.5%. Соответственно, если есть вопросы, какие-то комментарии, оставляйте их на нашем официальном канале на YouTube, а маркетс под видеоокном. И не забывайте о том, что буквально недавно мы начали новую практику – это онлайн-конференция с руководством. Вы также можете оставлять актуальные для вас вопросы на Оформе. С радостью на них ответим. Всего доброго. До свидания.